Друга на видеозаписях и вот когда Мартиросян начинает больше атаковать, он выглядит лучше намного. Вот посмотрите, вот как в данном эпизоде. Нужно просто не переставать атаковать постоянно, но Пирог... Пирог сознательно подпускает его. Очень умелый боксер, который даёт и измотаться, и грамотно атакует, и успевает попасть, стыкнуть удар именно в то место, где защита страдает немного. И посмотрите, всё время даёт понять, что нет, всё это мне нипочём. Ну, что говорить, опасный удар у Пирога, он такой полу снизу, полу сбоку, отработанный. Он уже знает, как Мартиросян опускается, он всегда опускает голову немножко вниз на первые движения соперника. И вот тут этот удар там может и пролететь уже, скорее всего, если нокаут и будет, он будет именно с левой руки. Хотя сложно сказать, сложно предсказать. Пирог настолько непредсказуемый спортсмен, что он даже сам не знает, как он... Порой даже сам не знает, что он сделает в следующей секунде. Ну, а тренер это его не знает точно. Казалось, которые уже изучили его на 100%. О, как зал приветствует все, любые начинания Пирога, любые его удары, действия, даже защиту. Рассечение. Опа. Рассечение довольно сильное у Мартиросяна, но под глазом. Великолепный раунд еще один, мы посмотрели, она бухает гематома, да. Это большая гематома. Если она будет расти, то правый глаз может постепенно закрываться. Это очень, не кстати, очень опасно. Менеджер Александр Ягупов тут выступает и в роли Катмена. Ну, я еще раз скажу, что это очень сплоченная, очень дружная команда, и столько лет они работают вместе. Давайте посмотрим замедленный повтор. Вот, принимает Пирог все удары на себя, посмотрите. Четвертый раунд чемпионского боя. Уважаемые дамы и господа, уважаемые любители спорта, великолепный бокс мы с вами смотрим. Просто великолепный. И вы знаете, мы говорим, что вот нашим ребятам не всегда удается поехать за океан на главные риги, да, как бы мира. И там на глазах у всего уже, всей мировой аудитории доказать и показать весь класс и умение. Но вы знаете, я вам скажу, что по качеству, по уровню боя, такой бой достоин показа на крупнейших мировых телекомпаниях. Сейчас Пирог пропустил, сильный встречный удар. Ну, другими словами, Борис, пусть они теперь сами к нам приезжают, правильно? Да, и это верно. Слава Богу, мы научились делать хороший бокс, мы вырастили... Хороших бойцов, мы узнаем, как делать великолепное шоу из этого. Мы умеем делать хорошую телевизионную съемку. И Россия по праву должна стать... И мы умеем здорово болеть за наших ребят, не правда ли? Да, это самый боксерский стран в мире. Посмотрите, Пирог опять начинает свои финты. Ну, пока так легко-легко он вот этим ударом лево снизу пока не обозначает. Он готовит его, этот удар, я говорю, про Пирога. Да, безусловно. Вот он. И тут же, посмотрите, да, тут же продолжение атаки, левый прямой. Кстати, руки у него по силе, что левое, что правое, одинаково. Бьет абсолютно одинаково. Мне кажется, он в любой стойке может боксировать. Ну что, Геннадий, уже проигрывает, уже проигрывает. Надо что-то делать, предпринимать. Но делать ничего не остается, как увеличивать темп, вот и все. Но посмотрите, но Мартиросяну сейчас больше приходится работать в защите, да? А это ему совсем не кстати. Ну, смотрите, Пирог удерживает его на дистанции. Удерживает на дистанции именно на той, чтобы ему было удобно. Как бы? Он вроде бы стоит близко, но тем не менее... Он пропускает удары, и тут же... Мартиросяну нужно давить Пирога. Вот так, вот примерно вот так боксирует. И понятно, он может устать, но и Пирог устанет. И условно, потом все-таки сила в этом сгустке мышц большая, и удар неплохой. Ну что же, 15 секунд до конца четвертого раунда. Геннадий проиграл и этот раунд тоже. Помога, точнее. Ну, если первый был равным, да? Первый был равным. Что такое? Опять, это опять-таки о том, что мы говорим, что здесь вот... Мы хвалили организаторов, все было замечательно. Но почему-то они удар деревянным молотком заменили вот этим. Слишком звонкий удар по открыванию пирога. Да, и он дает сигнал о том, что до конца раунда остается... Развернулись и пошли. Да, оставалось еще 10 секунд боя, да. Они поверили, они подумали, что это гонка. Хороший бой. Великолепный поединок. Давайте смотреть за медленный повтор. Вот то, что вы говорили, да? Держит на своей дистанции и бьет тогда, когда ему удобно. А вот Мартинофиан пошел вперед. Ну, здесь Фиров уже более умел. Он умеет перекрываться. Он перекрылся, дай голову здесь убрал. Здорово. Он пропустил только в защиту. Но это не считается точным попаданием, потому что удар в ладонь, удар в перчатку, удар в локоть. Вот и все. Удар в плечо. Немножко, я смотрю, чуть-чуть как-то пытаются завести тренеры пирога. Вероятно, они хотят, чтобы бой проходил в более высоком темпе. Но темп и так высокий. Знаете, в тактическом плане пирог удерживает темп ровно такой, какой ему нужен. Вот. Ну, тренеру что-то не нравится. Он, видно, пытается... Но тренеру всегда есть что подсказать. Естественно, всегда, чтобы он, наверное, больше действовал. Хотя пирог-то, он активнее намного. В основном Мартиросян находится в ожидании. Мартиросян начал бой очень активно. Он пошел вперед, да. И чтобы начать контратаковать, то не может. Он начал бой совершенно правильно фактически. Пошел вперед, пытался прессинговать. Но пирог его остановил. И вот, находясь постоянно под этой угрозой, Мартиросяну сейчас очень сложно. Вот, Гена мажет, мажет. Ну, пытался вложиться в это куда-то. Но пирог нужно бить ниже, потому что пирог очень гибкий боксер. И он постоянно, как бы, плавает. Вниз, вправо, вниз, влево. Чуть назад, чуть вперед. Да, целися в грудь и бить... Ну, вот в атаке, Геннадий, посмотрите. Чуть как умело работает корпусом пирог. И ставит Мартиросяну в очень удобное положение. Вроде бы, вот она цель, атакую не хочу. А не может. Но здесь нужно как раз тоже обманывать. Пытаться обмануть своего соперника. Атаковать и в голову, и в туловище. И чтобы и пирогу было некомфортно. И в итоге Мартиросян оказывается в роли мишени. Пирогу намного удобнее, выгоднее. Боксировать так, как он сейчас боксирует. Ага. Ну, как умело. Хотел забежать за спину сопернику. Ну, вот это шанс для Мартиросяна работать на этой дистанции. Чем больше ударов, тем лучше. Да. Действительно, темп, темп и только темп. Вот он подходит на эту свою дистанцию. И тут надо выкладываться по полной. Но хватит ли сил, Андрей, так вот так работает? Ну, вот он очень тренированный спортсмен. Ну, конечно, еще не половину. Ну, почти половина боя уже позади. Сил-то хватит. Я уверен, сил хватит. Если он будет бить больше, пирогу также придется больше защищаться. И тоже больше атаковать. И это будет... Соответственно, уставать. Конкуренция соответственна. Оба будут уставать одинаково. Да. Такая вот бескомпромиссная борьба. Вы знаете, если в предыдущей защите Дима Пирог немножко жалел своего соперника, как-то вот в начале, потом уже не смог его дождать. Вы имеете в виду Хавьера Массиеля? Да. То здесь идет такой бой, такой напряженный поединок. И здесь никто никого не жалеет. Единственное, пирог, что-то готовы. Единственная такая домашняя заготовка. Вот законченный пятый раунд вовремя. Ну, какой бой. Боище, я бы сказал. Просто боище. В таком темпе. С таким количеством выброшенных ударов, как с той, так и с другой стороны. Ну, просто замечательный. Что здесь? А что ты думал, говорит Якуб Фадапич? Ну, это бой за звание чемпиона мира. Да, действительно. Я буду уйти из армян. А не по-армянски будет, не сухая армия. Хорошо? А не по-армянски будет, не сухая армия. Я по-армянски буду тебе говорить, чтобы было понятнее. Да, но любыми способами сейчас пытаются секунданту переключить. Да, это чистая психология, друзья. Здесь нет смысла говорить. Нужно быть справа, с левой, снизу, сбоку. Там еще какой-то удар. Здесь нужно поменять сопернику. Как-то переключить мозги настолько, чтобы он сам сделал именно то, что нужно. Шестой раунд. Я вспоминаю Тедди Атласа, когда в том моменте, как вы боялись Чигаевым у Поветкина, когда почти так мог наступить переломный момент, такая тревожная была. Уже наступал. Да, наступал, да. Тревожные такие нотки пошли. И как нашел нужные слова тогда Атлас, да? Поветкин преобразился. Психология, да. Ну что, Мартиносяну нужно идти до конца, как говорится, до Талова. Да. Другого выхода у него просто нет. Один-два удара. Это ни о чем. Это очень мало. Пропускает снова. Так, 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 так. Опа. Сериями начинает бить пирог. А это он умеет делать великолепно просто. Да, запутался. Мартиносян, на самом деле, запутался. Как же себя вести в ближнем бою? Вроде бы он ниже, вроде бы ему должно быть удобнее. А он пропускает удары. Все, успевает пирог. Посмотрите-ка. И делать подставки, уклоняться, и нырять. И заходить за спину. И еще атаковать. Ну, какой бой, а? Чемпион Европы против чемпиона мира. Такой шум в зале. Тихо! 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 Видите, конечно же, пирог чувствует поддержку. Но это его нисколько не стимулирует тому, чтобы боксировать лучше. Потому что он настолько четкий боксер. Он сам знает, как и шум в голове. Он настолько умный, интеллектуальный боксер, что то, что он для себя избрал, выбрал. И он будет вести вот этот ход боя. Ну что, Мартиросян уже стучится в закрытую дверь. Уже немало что получается. Уже очень много пропущенных ударов. Уже закрывается глаз. И потрачены силы. А всего только половина боя. Половина боя. Бой подходит к середине. Но этого мало. Если Гена хочет победить, то нужно атаковать постоянно. И не жалеть сил. Их все равно хватит или не хватит. Какая разница, ты выиграешь или проиграешь. Уж лучше сделать все, на что ты способен. Да, чтобы потом не корить себя. Чтобы был какой-то еще момент, а ты его не использовал. Его промоутер Игупов Александр правильно сказал ему. Вспомни, ты боксируешь за звание, за титул чемпиона мира. Те, что начать говорить по-армянски, чтобы ты понял. Примерно так. Ну вот, пошел вкладываться. Но выдохся. Пирог улыбается. Всем видом показывает, что все ему нипочем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА